Здравствуйте! В студии Юлия Ракотская и сегодня тема нашего эфира «Преступления прошлых лет». В студии находится руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, полковник юстиции Владимир Владимирович Фомин. Добрый день! Добрый день! Владимир Владимирович, очень рады видеть столь высокопоставленных гостей в нашей студии. Наконец-то хочется сказать, и что еще хочется, поздравить вас с Днем криминалистики в системе Следственного комитета, который отмечается 19 октября. Дата круглая или нет? Спасибо за поздравление. Ну, скажем так, что праздник этот был учрежден еще в далеком 54-м году, поэтому сказать о том, что оно круглое, я не могу, но, по крайней мере, роль криминалистики в работе Следственного комитета флинжит очень значительная. Поэтому мы всегда с удовольствием и с большим вниманием принимаем эти поздравления. Ну, тема сегодняшнего нашего эфира очень интересная. Преступление прошлых лет. О том, что происходит сегодня, мы слышим, да, в средствах массовой информации. Следственный комитет публикует это всегда на своем официальном сайте. А вот то, что было до, оно уходит в историю. Ни для кого не секрет, что Следственный комитет занимается расследованием особо тяжких, особо сложных преступлений, уголовных дел, да? Как это происходит? Ну, скажем так, о том, что действительно, в соответствии с уголовно-процессиальным кодексом, мы, Следственный комитет, расследуют общественно-резонансные преступления, преступления тяжкие, особо тяжкие. Но в том числе мы очень серьезное внимание уделяем преступлениям, которые были совершены в предыдущие годы. Причем у нас на архивном хранении находятся уголовные дела о преступлениях еще далеких 60-х, 70-х годов. И вот, соответственно, как бы с тех пор у нас есть такие, которые, ну, до настоящего момента не раскрыты. То есть преступления были совершены, причем разные преступления. Это дела об убийствах, это дела против половой свободы и неприкосновенности, это дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожность смерть потерпевшего. Другие преступления, которые относятся к последствиям Следственного комитета. Преступники, лица, совершившие преступление, в то время были неустановлены. Уголовные дела за неустановлением лица, совершившего преступление, были приостановлены. И в настоящее время работа по этим делам, она не прекращается. То есть мы совместно с органами дознания, вместе с другими правоохранительными структурами и ведомствами, ФСБ, ФСИН, привлекаем экспертов к этой работе, пытаемся раскрыть эти преступления для того, чтобы самое главное реализовать принцип неотвратимости наказания. Мы прекрасно знаем, что в уголовном праве есть такой принцип, и он, его реализация имеет очень серьезное профилактическое предупредительное значение. Даже вот если посмотреть, суровость наказания, она иногда не так эффективна. Если, значит, мы говорим об неотвратимости наказания, да, то есть все прекрасно понимают, что... То есть неотвратимость – это человек будет в любом случае наказан. Обязательно, значит, он понесет соответствующее наказание, да. И поэтому работа по таким уголовным делам, она не прекращается и в сегодняшнее время. Но это даже, наверное, чисто психологически для правонарушителя, для какого-то преступника. Знание того, что ты точно будешь наказан, ну, может быть, кого-то сподвигнет не совершать этого преступления. Совершенно верно, да. Я поэтому и говорю. То есть очень серьезное профилактическое предупредительное значение. Человек, который знает, что его все равно потом поймают, он все раз подумает, прежде чем это преступление совершать. А термин «преступление прошлых лет» – это действительно какой-то официальный юридический термин или это вот... Нет, это не юридический термин. Мы его используем в нашей работе, поскольку речь идет о преступлениях, которые совершены до текущего года. То есть это все ранее приостановленные производством, обращаю внимание, не те, которые при преступлении были совершены, а по которым были приняты процессуальные решения о приостановлении предварительного следствия, в частности, вот до 2021 года. Все они, начиная вот с далеких 60-х годов, да, они относятся к категории преступлений прошлых лет. В Приморье много нераскрытых преступлений прошлых лет? Я так могу ответить на этот вопрос. Само по себе Приморье – это достаточно серьезный, крупный регион. И в период 90-х, когда мы помним, да, разгул преступности, не всегда удавалось, значит, своевременно реагировать на эти преступления, раскрывать эти преступления. Поэтому багаж таких уголовных дел достаточно серьезный. У нас находится на, скажем так, хранении, на архивном хранении и в работе порядком тысячи уголовных дел об убийствах. У нас есть более 150 уголовных дел о преступлениях, которые совершены против половой свободы неприкосновенности. Есть другие категории преступлений, средней и небольшой тяжести, которыми мы продолжаем активно заниматься. Такие преступления, к сожалению, есть. Но я могу сказать так о том, что в последнее время, особенно последние два года, мы наблюдаем очень серьезную динамику в плане раскрытия таких преступлений. В 2020 году мы раскрыли 83 преступления прошлых лет. Ну, это серьезно. Да. Для сравнения, приведу, вот 19-й год было всего 41. То есть это больше, чем в два раза. Особенно приятно то, что среди раскрытых преступлений 14 трупов, криминальных трупов. То есть там 10 убийств, 4 умышленного причинения вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть. Это, в принципе, как бы очень серьезные результаты. Эта работа не прекращается и в текущем году. То есть вот на данный момент, я сказал, за 2020 год мы раскрыли 83 преступления. На данный момент уже 76. То есть понятно, что осталось в этом году работать там чуть-чуть побольше двух месяцев. Но эту цифру 83 мы обязательно перешагнем. И опять же-таки подчеркиваю, что уже в этом году мы раскрыли 16 трупов, криминальных трупов, значит, уголовные дела, по которым ранее были приостановлены. И вот эти вот преступления, которые мы раскрываем, значит, они ведь очень многие направляются в суд. Действительно, в уголовном законе есть такое понятие о том, что его можно прекратить за смертью, за истечением сроков давности и так далее. Но это очень просто. А вот когда, например, лицо есть живое, которое не признает свою вину, и мы эти дела направляем в суд, и уже в рамках судебного следствия, суд принимает решение о виновности лица, это наиболее приятно. То есть действительно мы собрали комплекс доказательств, которые послужили основанием для вынесения обвинительного приговора. Затронули тему 90-х и сегодняшних дней, это так, отклониться, если немножко, от темы. Наверное, вот тот объем как раз-таки, я могу ошибаться, преступлений нераскрытых и их количество, может быть, и было в 90-е годы, потому что сейчас, работая на новостях, да, и читая, мне кажется, что у нас как-то в Приморье стало поспокойнее. Наверное, основной объем-то вот тех страшных событий, он как раз-таки был в 90-е годы. Глядя по новостям, да и вообще, то есть как дитя 90-х, я помню, что происходило, и то, что происходит сейчас, этого гораздо меньше. Я права или нет? Вы правы в том плане, что действительно, как бы, правоохранительная система сейчас работает намного лучше. По крайней мере, могу сказать точно о том, что, во-первых, а, конечно, наблюдается снижение преступности, а, во-вторых, те преступления, которые совершаются, они раскрываются. То есть у нас, вот, например, за текущий 2021 год 100% раскрываемость по всем основным категориям преступлений, которыми мы должны заниматься, те, которые наиболее затрагивают права и интересы предпотерпевших. Вот там везде наблюдается 100% раскрываемость. Поэтому здесь и система правоохраны работает лучше, и в плане, значит, профилактики то же самое, да, то есть, ну, конечно, то, что было в 90-х, и то, что сейчас, это неиспоставимо. Ну и не будем забывать о том, что на вооружении правоохранительных органов, включая Следственный комитет, криминалистов, сейчас новая техника, новые криминалистические учеты. Пока не рассказывайте позже. Не буду об этом говорить, да, но которые в перспективе помогают бороться с преступниками. Кто занимается расследованием тех самых преступлений прошлых лет? Какой-то специальный отдел, какие-то специальные исследователи, кто как? Ну, вообще, у нас расследованием данных преступлений занимаются все структурные подразделения Следственного комитета. К сожалению, на, значит, архивном хранении в каждом Следственном отделе нашего управления есть такие уголовные дела. Кроме того, у нас в структуре Следственного управления существует в Центральном аппарате отделение прошлых лет, проследование преступлений прошлых лет. Оно немногочисленное, там всего три человека, руководители и два следователя, значит, которые непосредственно как расследуют уголовные дела, наиболее сложные, так и оказывают практическую помощь в раскрытии и расследовании этих преступлений на местах. Кроме того, существует специальная единица следователя-криминалиста, который закреплен исключительно за оказанием кримистического сопровождения по уголовным делам о преступлениях данной категории. И хочу сказать о том, что как на уровне Центрального аппарата, так и на уровне каждого следственного отдела у нас существуют специализированные аналитические группы, в состав которой входит обязательно представитель Следственного комитета, представитель органа дознания МВД, ГУФСИН, по мере необходимости привлекаются сотрудники ФСБ, значит, психологи, эксперты. Мы активно используем помощь ветеранов следствия в раскрытии таких преступлений. И могу сказать о том, что вот эти аналитические группы, они работают очень эффективно. А для того, чтобы они работали еще более эффективно, у нас вот в последнее время практикуется проведение таких выездных заседаний аналитических групп. О чем я говорю? То есть вот я еду в командировку, например, осуществляю прием граждан где-то. Ну вот вчера, например, ездил в Михайловку. Да, я видела в новостях. Да, совершенно верно. Соответственно, как бы руководитель органа дознания, он присоединяется к нам, и мы на месте в той же Михайловке проводим выездное заседание аналитической группы. Поэтому собираем, смотрим уголовные дела, определяем наиболее перспективные к будущему раскрытию, и потом на регулярной основе, не реже раза в месяц, мы проводим заслушивание, как исполняются наши указания. Ну то есть, по сути, это не специально обученные сотрудники, скажем так, а это отделы и это коллективная работа в любом случае. Ну вот, скажем так, о том, что в любом случае в каждом отделе, несмотря на то, что дела распределены за каждым следователем, есть, скажем так, наиболее внимательные, тщательные исследующие обстоятельства те, у кого душа лежит к раскрытию таких преступлений следователей. Поэтому в большинстве поручается им. А вот в центральном аппарате, как я сказал, у нас существует отделение прошлых лет. То есть, они специализированно расследуют только эти преступления. Других они не касаются. Знаете, вы рассказываете, у нас, конечно, серьезная программа, но тем не менее, мы же как привыкли. Ну, прочитал новый следственный комитет, приехал, что-то раскрыли, полицейские поработали. А вот сейчас вы рассказываете о том, что работают психологи, психотерапевты, о том, что работают полицейские, ФСБ. И сразу картинка фильма. Фильма какого-то детектива очень хорошего. И удивляешься, что да, а ведь действительно так. Ведь действительно, как в фильме, только в жизни. Но от этого становится страшно. Нужен комплексный подход. Да. Преступления, которые произошли, например, во времена Советского Союза. Законодательство поменялось, уголовный кодекс поменялся. Но преступление по-прежнему не раскрыто. Есть ли шанс того, что человек будет наказан или, наоборот, останется безнаказанным? Ну, вы знаете, как бы наша задача, во-первых, найти такого человека. Да, дела приостановлены производством, но лицо, совершившее это преступление, оно не установлено. Вот для начала надо его найти. Дальше, соответственно, как бы есть процедура собирания доказательств. В рамках расследования уголовного дела немаловажное значение уделяется вопросам возмещения ущерба. То есть, каким образом человек, который совершил преступление, он раскаялся и фактически заглазил вред перед родственниками погибшего, например. Далее, значит, мы смотрим на то, что сколько лет прошло с момента совершения этого преступления. Потому что в соответствии с действующим законодательством, да, сроки давности применяются. Но, допустим, за совершение особо тяжкого преступления, там очень серьезные сроки должны пройти более 15 лет. И очень многое зависит от позиции самого лица, которого мы привлекаем в качестве обвиняемого по уголовному делу. Потому что, если, допустим, лицо вину не признает, то фактически, соответственно, как бы мы обязаны это уголовное дело расследовать и направить это уголовное дело прокурору. Прокурор, соответственно, подписать обвинительное заключение и направить его для рассмотрения в суд. И только суд в конечном итоге может вынести окончательное решение в отношении того лица, которого мы привлекали в качестве обвиняемого. А что может послужить повторному возбуждению дела, скажем так? Повторного возбуждения уголовного дела не существует. Мы можем возобновить следствие по уголовному. Да, возобновить следствие. Да, основания могут быть любые. То есть, очень многие уголовные дела, допустим, у нас приостановлены в связи с розыском лица, который совершил преступление. Очень много людей, которые в свое время после того, как они совершили это преступление, подались в бега. Но они же не могут бегать вечно. Ну да, где-то появятся. В конце концов, конечно, есть следы. То есть, мы по нашим учетам их отслеживаем, проверяем, они регистрируются. И в конечном итоге информация, которая к нам поступает относительно местонахождения таких лиц, она может служить основанием к возобновлению следствия. Второе. Мы регулярно проверяем ЗАГС на предмет того, что, допустим, есть сведения о том, что человек такой-то совершил преступление. А там поступают сведения о том, что он умер. Мы истребуем эту информацию, приобщаем ее к уголовному делу, является основанием к возобновлению дела. И впоследствии, в установленном порядке, уже либо прекращаем это уголовное дело в связи со смертью, либо направляем это уголовное дело прокурору. Мы очень много говорим о сроках давности. Каковы эти сроки давности, чтобы понимать? Ну, в соответствии с законом, для особо тяжких преступлений, мы говорим, опять-таки, в первую очередь, про эти преступления. Убийство, умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть и так далее. 15 лет с момента совершения преступления. А по остальным? По остальным, допустим, тяжкие 10 лет. А приходилось ли Следственному комитету Приморского края расследовать какие-то прошлые преступления, да, особо запутанные, особо неясные? Конечно, приходилось. Они все преступления прошлых лет, они все запутанные, и все они всегда понятные и ясные. У нас очень много примеров таких уголовных дел, когда на первый взгляд, вот казалось бы, все на поверхности. Потом, допустим, когда начинаешь уже непосредственно расследовать это уголовное дело, там возникает масса нюансов для доказывания вины. Я могу привести в пример уголовное дело, например, которое было ранее приостановлено за розыском обвиняемого. В 2009 году у нас было совершено убийство в Черниговском районе. Дело было приостановлено. В материалах уголовного дела были данные, сведения относительно того лица, который совершил это убийство. Мы обратились к органу дознания, они провели мониторинг тех мест, где может находиться обвиняемый, установили о том, что последняя информация о его местонахождении – это Хабаровский край. Выехали туда, привезли его, значит, задержали, привезли его сюда, на территорию Приморского края. В рамках расследования уголовного дела мы фактически столкнулись с тем, что человек-то у нас есть, и вроде бы те доказательства, которые были собраны еще в 2009 году, они указывают на него как на лицо совершившее преступление, но он вину не признает. То есть он категорически отрицает то, что он убивал. Да, он не может отрицать очевидных вещей, то, что он находился вместе с потерпевшим, но то, что он убивал, соответственно, он не признает. Орудий преступления нет. Значит, машина, на которой находился потерпевший, отсутствует. Фактически мы столкнулись с тем, что мы подсознательно понимаем о том, что на 80-90% это он. Но собрать доказательства необходимые очень сложно. Поэтому была проведена очень серьезная работа, начиная с того, что с событий 2009 года были свидетели, которые видели или могли видеть конфликт. Многие умерли. Кто-то уже уехал. Значит, мы нашли тех, кто жив, и кто действительно подтвердил о том, что на момент расставания с ними они находились вдвоем. Далее была машина у потерпевшего. Мы стали искать эту машину. По полученной оперативной информации, значит, мы смогли установить о том, что недалеко от того места, где видели потерпевшего и обвиняемого, находится лесной массив. Значит, в этом лесном массиве было, скажем так, ну, обнаружено в свое время определенная часть от автомашины, сгоревшая автомашина. Потом все это разнесли, и там практически ничего не осталось. Мы стали прочувствовать этот лесной массив и нашли лючок, лючок от той машины, которая принадлежала потерпевшему. Провели исследование, то есть сопоставили о том, что вот у него была марка такой машины и вот лючок. Да, нам эксперт сказал о том, что, скорее всего, это лючок как раз-таки от его машины. Еще по лючку надо было определить, что это за машина. Совершенно верно, да. И нам эксперт определил и сказал, что, скорее всего, вероятно, то, что он сказать не может, да, но, скорее всего, значит, это вот именно той машина, которая принадлежала потерпевшему. Далее встал вопрос о том, что, а где следы самого потерпевшего? То есть его-то нет. Мы знаем о том, что он был в свое время, в 2009 году, сообщение о его безвестном исчезновении. Он пропал, а трупа нет. Мы стали прочувствовать местность, которая находится рядом с этой сгоревшей автомашиной. И в конечном итоге, нам очень повезло, значит, мы обнаружили косточку, значит, по которой назначили, значит, экспертизу, взяли образцы для сравнительного исследования у родственников потерпевшего. Вот, из-за века. Да, совершенно верно. И установили о том, что эта кость именно как раз-таки от потерпевшего. То есть фактически, когда мы вот провели такой, да, огромный массив следственных действий, мы предъявили их обвиняемому, значит, ну и он в конечном итоге вину все равно не признал. Но сейчас дело направлено прокурору, утверждено обвинительное заключение, рассматривается в суде. И мы считаем, что доказательств вполне достаточно для того, чтобы вынести обвинительный приговор. Но еще пока не вынесено. Пока рассматривается дело в суде. А дело 2009 года. 2009 года, да. Мы в последнее время несколько раз говорили о том, что раскрыли преступление 2005 года, где в свое время, в июле месяце было обнаружено 6 трупов в Артеме. Да, я помню. Включая двое малолетних детей. То же самое. То есть в свое время работа была проведена. Пытались установить тех, кто мог совершить это преступление. И сейчас, в 2020 году, заново вернулись к этому уголовному делу, проанализировали, внимательно изучили обстоятельства совершенного преступления. А ведь как бывает? То есть вот в 2005 году, когда было совершено, да, люди, которые совершили это преступление, они договорились между собой, значит, выстроили свое алиби и, ну, фактически как бы допрашивались по уголовному делу, но в качестве свидетелей. А время-то идет. И получается так, что мужчина, женщина, обвиняемые, которые по уголовному делу, уже один, значит, был привлечен по другому уголовному делу в качестве обвиняемого, уже находился в местах лишения свободы. Значит, женщина, она отбывала наказание вот на период 2020 года, когда мы вернулись к этому уголовному делу, и уже алиби выглядит не стройно, уже имеются определенные мелкие противоречия. И когда стали задавать вопросы, смогли установить все обстоятельства, которые были. И, в принципе, ситуация выглядит очень банально. О том, что семья, которая была убита, да, шесть человек, фактически пострадала из-за, ну, скажем, того, что люди находились в состоянии алкогольного опьянения, банально возникла ссора. Сначала убили одного, а потом в целях сокрытия следов преступления, соответственно, убили всех остальных. И вот очень внимательно изучили, кто был вхож в этот дом, кто туда приходил ранее распивать спиртные напитки. Обратили внимание на то, что, значит, человек неоднократно там бывал, хотя бы потому, что обнаружили семь трупов. Просто один труп бабушки, значит, он был без каких-либо криминальных признаков, просто она умерла своей смертью еще до этого. И это о чем говорит? Это говорит о том, что человек, который совершал это преступление, он знал о том, что бабушка мертва, и, соответственно, убивать ее не стал, а убивал только тех, кто живет. И вот путем вот этого скрупулезного анализа, значит, смогли установить лиц, которые совершили преступление. По делу в целях доказывания было проведено порядком 60 судебно-медицинских экспертиз, порядком 250 допросов по уголовному делу, обыски, выемки. То есть приходилось все начинать с самого начала. Но в конечном итоге мы сейчас то же самое уголовное дело направили прокурору, последний утвердил обвинительное заключение, и дело рассматривается в суде. Ух, у вас и работа, я вам скажу. Ну, такая работа, профессия следователя. Без вас никуда. Одно из последних дел, от которого у меня так волосы немножко зашевелились, буквально вот на днях прошла информация в находке в железной бочке, обнаружены человеческие останки. Костя еще и дети нашли. По этому случаю еще пока никаких нет. Ну, я так вам могу сказать о том, что мы сейчас идентифицировали эти останки, то есть установили, кто потерпевший. Взбудили уголовное дело. Это секрет? Значит, я пока не могу называть данные. Почему? Потому что... Это женщина или мужчина? Эти останки принадлежат мужчине. Вот, значит, мы фактически сейчас на данном этапе установили лицо, которое совершило это преступление. И в настоящий момент проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы, значит, ну, уже фактически определить статус этого лица и предъявить ему обвинение. Но сразу могу сказать о том, что, значит, не просто так потерпевший попал в эту бочку. Не просто там так находятся его останки. То есть события являются криминальными. И фактически, как бы, за этим стоит убийство. Это преступление прошлых лет? Да. Это преступление прошлых лет, причем таких достаточно серьезно прошлых. И на данном этапе мы вот сейчас, как бы, анализируем базу учтенных или неучтенных уголовных дел. Но на тот момент, значит, не было принято никаких решений о регистрации соответствующих сообщений о возбуждении уголовных дел. То есть фактически человек был, потом он пропал, исчез, никто об этом не сообщил. И вот до настоящего момента просто-напросто, значит, да, это событие, оно было неучтенное. Вот на данный момент мы, когда обнаружили эти останки, сразу же возбудили уголовное дело по факту убийства. Жуткая история совершенно, конечно. А знаете, что еще интересно? Если человек, преступник, я имею в виду, умер, но, допустим, следователи обнаружили какие-то новые доказательства его вины, как поступают в этом случае? Ну, во-первых, как бы, давайте я вам приведу пример. Вот совсем недавно мы раскрыли очень серьезное преступление еще 80-го года по делу об изнасиловании. События такие о том, что, значит, потерпевшая проживала в общежитии. Человек, который совершил это преступление, он пришел в общежитие к своей подруге, подругу дома не застал и, значит, увлекся потерпевшей. Причем пригласил ее пойти погулять в парке. Это все было в Спаске. Они вышли на улицу в вечернее время. Ну и, соответственно, как бы в один определенный момент он совершил это изнасилование. Дело было приостановлено за неустановлением лица, совершившего преступление. Сейчас потерпевшая, значит, но она еще и на том этапе, когда дело только возбуждали, она нарисовала портрет, сказала, вот как он назвался, каким именем. Значит, мы идентифицировали лицо, которое совершило преступление. Смогли вычислить, значит, установить подругу, к которому он туда приходил, и она действительно подтвердила, что вот по тому словесному портрету, который нарисовал потерпевшего, действительно это ее ранний знакомый. Ну и, соответственно, как бы объявили это лицо в розыск. И смогли установить о том, что в 2000 году он скончался. Далее что происходит? Это процедура, которая установлена уголовно-процессуальным законодательством. Если человек умер, а доказательства мы собрали, мы обязаны установить родственника. Родственника нам должен дать волеизъявление свое. Либо он соглашается с тем, что доказательства достаточные, и дает свое согласие на прекращение уголовного дела в связи со смертью. Либо второй вариант, он говорит, нет, я не согласен, и, значит, вот мой родственник, он это преступление совершал. Тогда мы обязаны это уголовное дело, значит, направить прокурору. Прокурор, соответственно, направит это уголовное дело в суд. И только суд уже может принять окончательное решение о прекращении этого уголовного дела в связи со смертью. И такие дела потом сдают в архив, насколько я понимаю. Ну, они там хранятся какое-то время, да, но по делу принимается окончательное решение. А что касается современных технологий? Понятно, что преступления прошлых лет, может быть, и не расследовались по какой-то причине, да, потому что не было достаточных каких-то технических средств. Сегодня все-таки мы шагаем вперед. Вот как здесь дела обстоят? Здесь очень дела хорошо обстоят. Действительно, технологий очень много. И мы вот можем видеть по фильмам, которые показывают, да, детективные истории. Там очень много всего. Это правда? Да, это правда. И самое главное, что это широко применяется на территории. То есть в нашем распоряжении есть сейчас очень много криминалистических техник, которые помогают нам в раскрытии преступления. Ну, я могу привести несколько примеров. Во-первых, у нас, что касается, значит, определения следов в отделении человека. Есть специальные экспресс-тесты. Очень помогают серьезно в работе. Есть источники экспертного света, которые тоже на месте преступления помогают нам сразу установить где-то вот в щелочке, в том маленьком незаметном месте, найти какое-то доказательство, след от человека, допустим, который просто был на месте происшествия, да, которое впоследствии может послужить, значит, установлению истины по делу. А как это технически происходит? Ну, технически, допустим, мы светим, да, вот, грубо говоря, есть паркет. Вот, вот, паркет у вас, да. Вот я пошла, допустим, по ковру. Ну, по ковру, да, по ковру. По ковру сложнее, да. По ковру сложнее, да, нет, там тоже можно, там по волокнам можно работать, определять. Я вот, например, говорю про источники экспертного света. То есть вот есть, допустим, место соприкосновения паркета, и там, в принципе, глазу визуально не видно ничего абсолютно, но там может быть, допустим, часть слюны, часть крови, которая впоследствии, значит, обращает на себя внимание. Мы же не будем поднимать вот каждую паркетину, правильно? А обработав, значит, источником экспертного света, мы придём к тому, что мы увидим след. Мы увидим вот этот необходимый биологический материал, который впоследствии нам поможет идентифицировать лицо, которое было на месте происшествия. И может быть, даже это не преступник. Может быть, это свидетель, который впоследствии поможет нам установить преступника. То есть это та самая история, мне просто очень интересно, поэтому я спрашиваю, это та самая история, когда в фильмах показывают, что было, допустим, пятно крови на полу. Его там тщательно смыли, глазу ничего не видно, но приходит следователь, просвечивает какой-то специальной лампой, и это пятно определённым образом проявляется. Это та самая история. Совершенно верно, да. Значит, я всё правильно. Совершенно верно. Значит, есть в нашем распоряжении цианокриватная камера. Тоже очень серьёзно помогает. То есть вот мы берём какие-то предметы, соответственно, как бы на них могут оставаться следы человека. Причём там, допустим, это будет потожир, какие-то дектикоскопические следы. И вот для того, чтобы, допустим, не уничтожить эти следы, а для того, чтобы обнаружить, их правильно закрепить, соответственно, как бы мы берём этот предмет, как мы предполагаем, допустим, орудие преступления, помещаем в эту камеру, и благодаря работе этой камеры, цианокривату, значит, мы сможем определить, где находятся вот эти вот следы, впоследствии с ними работать. Ну, либо определить их отсутствие. Но, по крайней мере, очень серьёзно помогает в том плане, что мы отрабатываем, допустим, любой предмет на возможность того, что был ли он предметом совершения преступления или не был. Значит, очень большой арсенал металлоискателей в распоряжении криминалистов. Сегодня активно используются квадрокоптеры. То есть мы, допустим, поля, леса, люди, допустим, пропадают у нас, там, детишки маленькие и так далее. Вот для того, чтобы помочь им, значит, установить их местонахождение, активно как бы используем вот эти квадрокоптеры. Можно перечислять бесконечно. Действительно, как бы, ну, лодки резиновые не буду называть, да, но даже если речь идёт и о них, то... То всё это есть. Это есть, во-первых. А во-вторых, это всё удобно в плане, значит, мобильного перемещения, допустим, да, в плане, значит, оказания необходимой помощи. И это действительно как бы очень серьёзно помогает. Что касается, значит, цифровых данных. У нас есть такое понятие, как мобильный криминалист. Это программное оборудование, которое помогает как раз-таки работать с извлечением информации из сотовых телефонов, значит, из каких-то планшетов, вот. То есть для того, чтобы, значит, получить даже удалённые, допустим, какие-то там контакты, сообщения и так далее, достаточно использовать вот как раз-таки программный комплекс мобильный криминалист. Вот как. Под завершение хочется спросить самый такой интересный вопрос, наверное, который всех всегда волнует. Есть такая вещь, как детектор лжи. Он действительно применяется в криминалистике? Он применяется не только в криминалистике. Он применяется, активно применяется при расследовании уголовных дел, раскрытии преступлений. Очень большой помощник в этом деле. Помогает иногда действительно вот при отсутствии достаточных доказательств, значит, определить преступника. И, ну, скажем так, что полиграф, вот, который мы проводим, он не имеет доказательственного значения в соответствии с уголовным процессуальным кодексом и не является доказательством. Но для того, чтобы следователь сделал вывод, прежде всего, внутренний вывод для себя, да, который помогает ему быть убеждённым о том, что действительно это тот человек, который совершил преступление, полиграф оказывает действительно очень большую практическую помощь. То есть юридически они не играют? Они не являются доказательством по уголовному делу. И когда суд выносит приговор, они, соответственно, как бы, как доказательство его там не указывают. Но вот почему-то все всегда, да, вот начиная со следователя, который раскрывает это преступление, значит, заканчивая судом, который выносит приговор по уголовному делу, все почему-то хотят задать этот вопрос. А полиграф проводили? А какое заключение по результатам полиграфа? Действительно, как бы, если человек грамотный, а у нас очень грамотные полиграфологи работают, то есть они постоянно проходят обучение, новые тактики, методики, вот, то есть его фактически сложно обмануть. Вот, и при вот таком разумном подходе, ну, 90%, наверное, да, того, что полиграф делает правильные выводы. Очень это интересно, особенно, когда думаешь о том, что человек может перенервничать, да, что-то может произойти просто не так. Но из вашей практики становится понятно, что, казалось бы, эта машинка, она дает действительный результат, пускай не юридический, незаконный, скажем так, но в 90% случаев это работает. Это не только работает, а, вы знаете, подсознательно это еще оказывает определенное влияние и на тех людей, которые проходят этот полиграф. Ведь мы же не всегда говорим о том, что обязательно мы должны выявить преступника. Ведь иногда мы проводим полиграф для того, чтобы, может быть, убедиться в том, что человек не виноват. И несмотря на то, что его там кто-то оговорил, да, или где-то он там был застигнут, например, ну, неудачно для себя в состоянии алкогольного опьянения, но он не совершал этого преступления. И это, допустим, вот человек, который проходит полиграф, да, это придает ему уверенность. Он понимает, что, да, доказательства все до этого были против него. Но потом, когда мы провели этот полиграф и поняли о том, что на самом деле там что-то где-то не бьется, и действительно у него таких психологов физиологических реакций нет, которые бы свидетельствовали о том, что он причастен к совершению преступления, это добавляет ему уверенности. Он начинает вспоминать уже какие-то значимые подробности, которые нам помогают, во-первых, как бы установить о том, что он не виновен, а во-вторых, как бы искать и в конечном итоге найти то лицо, которое совершило преступление. Ну и в обратной ситуации, допустим, человек, ведь никто не отменял понятие совести. Вот сколько мы работаем по делам прошлых лет, ведь некоторые люди, которых мы устанавливаем, которые живы и привлекаем их к ответственности, они говорят, вот знаете, слава богу, что вы пришли. А почему? А потому что, вот говорит, последнее время, последние 2-3 года, говорит, вот этот человек, которого я убил, он постоянно ко мне приходит и говорит, я вот не могу, просто-напросто мучаюсь. И вот то, что вы пришли, соответственно, как бы я давно уже к вам собирался, но не дошел по каким-то причинам, но фактически как бы с меня вот этот груз, он все упал. И я к чему говорю? К тому, что вот проводя этот полиграф, например, человек понимает о том, что действительно как бы да, у него идут положительные психологические реакции, и он перестает придумывать там какие-то небылицы, а фактически как бы несет ту ответственность, которая предусмотрена уголовным кодексом. Владимир Владимирович, ну я еще раз поздравляю вас с датой, с днем криминалистики. Поменьше вам работы, хочется сказать. Спасибо большое, нам очень приятно. Мы будем действительно как бы выполнять свою работу всегда на только отлично, будем стараться людям помогать и стараться делать так, чтобы действительно этих преступлений было как можно меньше. Я напоминаю, сегодня мы говорили о преступлениях прошлых лет, а сам эфир посвящен Дню криминалистики в системе Следственного комитета Российской Федерации, которая отмечается 19 октября. В гостях у нас был руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, полковник юстиции Владимир Владимирович Фомин. В студии работала Юлия Ракотская.